Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя, и это новый влог про день худеющего человека. Сейчас уже практически 10 часов утра, время завтрака, и вчера перед сном я думала, что же я хочу себе сегодня приготовить. И я вспомнила, что недавно в Ашане купила такую специальную смесь для панкейков, и, наверное, мы с вами их приготовим. Но сначала нужно выпить чуть-чуть водички. Честно, не знаю зачем, говорят, это правильно. Раз это правильно, значит, так и будем. Начинаем готовить наш завтрак. Вот. Это смесь для панкейков ванильных. Нам нужно добавить одно яйцо, 125 мл молока, либо йогурта, и 3 ложки масла. Написано, здесь будет около 12 штук. Это очень много, давайте наполовину хотя бы, чтобы 6 было. Я, наверное, возьму где-то 60 грамм. Ну, почти половинка. Я тоже отсканировала по штрих-коду в приложении Fat Secret, и мне сразу нашло именно мою смесь. И украшу это всё клубничками. Из-за того, что мы с вами берём меньше грамм, нам нужно будет добавить меньше молока. Ну, одно яйцо, пусть так и остаётся. И эту смесь можно использовать, вот видите, для вафелек. Она подходит. Ну, вот пусть будет так. И добавляю 40 мл молока. Переборщила. Добавила я одно яйцо, оно 57 грамм получилось. И добавила я ещё 5 грамм масла авокадо. Всё, теперь всё перемешаем. Разогреваем нашу сковородку. У меня специальная такая для блинчиков. На самом деле, девочки, тут немало получилось. И нарезала клубничку. Это я просто для красоты так всё разложила, чтобы сделать историю в Инстаграм. Надеюсь, они не сгорят. Вот тут что-то уже дымится. Господи, где я это? Чтобы переворачивать вот это и смогу. Девочки, они выглядят чудесно. Очень красиво. Мои панкейки. Главное, чтобы было вкусно. Масла мы с вами добавили намного меньше, чем по рецепту. Написано там на обратной стороне. Ну, вот пока контролируем, чтобы всё не сгорело. Если честно, мне было бы достаточно вот этих четырёх. Но у нас тут ещё осталось, наверное, на четыре. Получилось ещё, ну, можно сказать, четыре панкейка. Ну, ладно. Они же маленькие. Девочки, какие они мягенькие. Вот так я их украсила сверху. И думаю, знаете, может, полить сверху молочком чуть-чуть. Надеюсь, я ничего не испорчу. Ну, я чуть-чуть сверху. Я уже, на самом деле, скушала такой маленький, который получился в самом конце вкусно, но вообще не сладко. Мне не хватает сахара. Поэтому я думаю, что ягоды должны как-то добавить сладости. Завтрак получался у нас на 311 калорий. Вообще, я не очень люблю вот так вот кушать панкейки, когда все сразу. Я люблю по одному. Ну, причём я люблю кушать руками. Наверное, я так и сделаю. Потому что вот эти вилочки, кто их придумал? Вот. Не будут так кушать. Они такие нежные, очень мягенькие, вкусные. Я вам рекомендую. Стоили вообще, наверное, 4 злотых. Мне пришло письмо на почту о том, что мой заказ приехал в магазин. Я заказывала футболку в Бершке. Вообще миллион лет там ничего не покупала. Только, знаете, когда в школу ходила, вот эти вот все джинсы с дырками на коленках. Времена Кати Адушкиной. Вот тогда, да, я там вообще покупала всё. И топы разные. А когда повзрослела, то даже туда не захожу. Но в ТикТоке у девочки я увидела футболку. Конечно, я зашла в комментарии, чтобы узнать, откуда она. И она из Бершки. Поэтому вот я её заказала. И мы поедем с вами забирать её в торговый центр Аркадия. Девочки, я не знаю. Я такая оранжевая. Но, в общем, я купила консилер. Ещё зимой. От Тарт. Там он был в наборчике вместе с бальзамом для губ. Я выбрала самый светлый консилер, который был представлен именно в этих наборчиках. Но вот он на моей руке. Ну, как бы... Тёмный. И вот я им накрасилась. С одной стороны, мне кажется, красиво. Я такая сразу свежая, как будто отдохнувшая. Зубы сразу белые. Глаза белые. Но вы посмотрите, как отличается. Шея моя белая. Сбоку, наверное, это вообще ужасно выглядит. Знаете, где вот шея видна. Спереди норма. Особенно, если ещё я вот так вот сделаю волосы как-то. Ну, и тут футболка. Так вроде норм. Но, девочки, я на самом деле такая оранжевая, такая тёмная. Я просто не привыкла. У меня обычно лицо белое, бледное, как у трупа. А тут... Я не понимаю. Это ужасно? Лучше всё смыть и накраситься другими продуктами или норм? Мне просто ещё потом в универ ехать. Я вот просто не понимаю. Когда я делаю макияж, я думаю, блин, вот, он такой некрасивый получился сегодня. Всё, знаете, подчёркивает там шелушение, прыщи. Вот тут вот у меня прыщ. И в течение дня, когда со мной разговаривают люди, я не могу расслабиться, потому что я переживаю, что вот, они смотрят на мои вот эти прыщи, которые не замазались, на вот тут вот какие-то шелушения, жирный блеск. Мне постоянно кажется, что мой макияж выглядит отвратительно. Он выглядит хорошо там первые 10 минут, а потом это ужас. Но при этом я смотрю на других девушек, я обращаю внимание, там, когда в автобусе еду, и я вот думаю, мой макияж так же выглядит, как и их, потому что у них, ну, возможно, это издалека, ну, вообще ничего не заметно, всё идеально. А я постоянно, знаете, стесняюсь, когда на меня долго вот так вот смотрят, я сразу думаю, что на моём лице, я сразу там, знаете, как-то... А, ещё, я обычно в телефоне проверяю, как я выгляжу. Я не включаю камеру, я просто, ну, чёрным экраном вот так вот наложу, знаете, чтобы никто не заметил, типа, всё ли там норм. Ой, девочки эти, девочки. Может, я сейчас нанесу пудру белую и стану норм. Я просто уже и SPF нанесла, поэтому, конечно, жалко будет это всё смывать. Я вчера помыла кисточки, спонжики. Ладно, давайте нанесём. У меня эта пудра, тут уже такая углубление, выемка. Наверное, не увидите, но не знаю. Что-то я, наверное, пользуюсь слишком много пудрой. Но всё равно в течение дня я постоянно убираю жирный блеск матирующими салфетками. Я не могу сказать, что это пудра супер вау, потому что мой жирный блеск сразу появляется, наверное, там через час или что-то ещё. Но она бюджетная, она выглядит на коже нормально. Ну, то есть неплохо. Но при этом я не могу сказать, что вау. Без скидки я её не куплю. Я её покупала за 20 злотых в Росмане, потому что была акция. А так без скидки она, думаю, 50 или 40 стоит. Ну, что-то я не посветлела от пудры. Кисточка у меня Монлипро номер 69. Она у меня и для румян, и для пудры. Вообще, наверное, ей можно и бронзер наносить, но просто я не пользуюсь. Зачем мне бронзер, если у меня и так всё лицо, как в бронзере. А для глаз я использую кисточку Монлипро 103. Покупала их в Золотом яблоке в Минске. В Польше, если честно, не знаю, думаю, нет. Всё! Дырка! Ох, девочки! Это нормально? Она у меня, наверное, две недели. Румяна у меня от Диор в оттенке 001. Мне кажется, это самая красивая румяна. У меня есть ещё в оттенке Роузвуд, но по сравнению с этими я могу назвать те прям ужасными. Мне вообще настолько они не нравятся. Мне кажется, вот это такой розоватый оттенок. Кто-то говорит, что это цвет свиньи или... Ну, я не знаю. Я с этими румянами чувствую себя вообще прекрасно, замечательно. Единственное, что у меня вот сейчас такая большая кисточка. Как вы понимаете, я могу набрать продукт только по стеночкам. И это неудобно. Также эти румяна я наношу в качестве теней под глаза и на носик. Для меня это вот прям база. Я очень люблю пользоваться румянами. Люблю, когда они прям заметны, видны. Кстати, румяна Диор, они немножко проявляются. То есть, изначально, когда я наносила, не такой был яркий эффект. А потом, ну, через пару секунд, вот, они уже розовенькие. И на глазки я тоже нанесла, и на кончик носа. Многие говорят, что румяна, они подчёркивают, типа, микрофон. Что они подчёркивают все следы постакне. Потому что, как бы, следы красные, румяна тоже в таком оттенке. Но я вообще не согласна. Для меня румяна — это способ отвлечь людей от моих прыщей. Потому что я... То же самое и блёсточки. Я обожаю использовать яркие румяна. На глаза блёстки, сюда блёстки. Потому что люди первым делом смотрят на них. Мне нравится, как это выглядит. И я знаю, что это привлекает. Мне делают комплименты. И постоянно девочки там спрашивают, ну, что это за хайлайтер у меня. То есть я себя так чувствую намного комфортнее. Потому что я думаю, что это отвлекает людей от моих прыщей. То есть никто вот этих вот двух и вот этот снизу не сразу заметит, если они заметят их. Первым делом они воротят на блёсточки и румяна. Мне недостаточно пудры. Вообще недостаточно. Я не люблю эффект glow skin. Все дела. Потому что у меня кожа жирная. Я думаю, так у всех. У кого жирная кожа, те хотят, чтобы у них была матовая кожа. У кого ровные прямые волосы, хотят, чтобы у них были кудряшки. Девочки, дырка растёт. Ну, сколько тут вообще грамм? 9 грамм. Теперь нанесём блёсточки. Иногда наношу вот этой кисточкой, иногда пальцем. Пальцем и кисточкой совершенно даёт разный эффект. Кисточкой это более плотное нанесение. И оно смешивается с консилером, который у вас попал на эту зону. А пальчиком оно делает прозрачную подложку. И просто блёсточки. У меня тоже тут дырька. Это мои любимые блёсточки от Fenty Beauty. Оттенок Rose Rave. Я не знаю, если снимут их с производства, что мне делать. Я обожаю их. Пользуюсь уже 3 года. Я их купила, наверное, во второй день после того, как переехала в Польшу. Вот. Настолько они у меня долго. И это мой повседневный макияж. Каждый день. Я никуда не пойду без этих блёсточек. Никуда. В коллекции есть ещё белые блёстки. Конечно, я их купила, потому что мне очень нравятся розовые. Но белые. Вообще ужас. Я ими два раза накрасилась. Я не знаю, это выглядит так плохо. А розовые... Ну вот видите, как оно переливается. Я обожаю. Я просто обожаю. Девочки, сколько лайков на Риус. Это я панкейки готовила. Ой, молодец я. Она носик вот такой вот. И у меня есть вообще специальная кисточка. Такая, знаете, она как дугой, как радуга. Но вот сегодня... Вау. Ой, я обожаю. Мне так жалко, что я не вижу со стороны свой макияж. Может, я окрашусь, а эти блёстки выглядят ужасно. Или вообще всё, что я делаю, выглядит ужасно. Почему я не могу посмотреть со стороны? То есть вот так вот в зеркале... Ну, вроде норм. Вроде очень симпатично. А вдруг в жизни... Вот, видите? А вдруг в жизни это трэш. Давайте брови нарисуем. Карандаш. У меня они вообще... Я что-то сделала их разными. Одна выше, одна ниже. Другая длиннее. Но мне всё равно. Вот мой карандашик тоже практически заканчивается. У меня всё заканчивает. Как я рисую брови? Готово. Вот так вот я их рисую. Еле вообще дотрагиваясь до кожи. Что-то поводила, поводила. И всё. Этому карандашу практически год. Я его купила в июне. Это самый первый оттенок. Бренд RAD. Золотого яблока. Вот. И гель для бровей у меня тоже уже заканчивается. Я его специально переворачиваю вот так вот. Чтоб он стекал. Он уже весь такой у меня грязный. Так. Готово. Готово. Теперь осталось у нас с вами тушь и губы. Карандаш. А. У меня закончился мой любимый. Вот. Maybelline. И я сейчас использую... Что это? Vivienne Sabo. Оттенок 06. Но мне не особо нравится. Потому что он как будто для зимы. Это нюд. Но он холодный нюд. Я вообще люблю вот такие вот светлые оттенки. На контур повыходили. Чтобы у нас свисток получился. И наношу тинт. От Benefit. Оттенок Play. Вот. Вот так вот наношу. Он такой розово-персиковый я называю. Это как и румяна их можно наносить. Вот так вот распределяем. Переделяем. Все. И наверх блеск. Если такое настроение. Осталась тушь. Почему я заказала посылку в магазин? Чтобы я за ней ехала. Ой, так неудобно у меня зеркало стоит. Потому что бесплатная доставка была от 150 злотых. А моя футболка стоит 80. Я начала смотреть, что же мне может понадобиться. Может какие-то украшения. Знаете, такое. Но я понимаю, что я их куплю только ради того, чтобы была бесплатная доставка. И я поняла, что это бессмысленно. Мне не сложно. У меня есть время съездить. Сначала на автомсе поеду, потом на трамвае. В торговый центр. Тушь. Ну, эффект виден. Не знаю, через сколько она закончится у меня. Потому что это тоже Мэйбелин. А, ну и карандаши у меня Мэйбелин. Но они ненадолго хватают. Эти механические. Поэтому я решила съездить. Сегодня вот мне там часик назад пришло уведомление, что моя футболка уже в магазине. Я ни разу не забирала ничего. Вот так вот. Не всегда заказывала в пачкомат. Но в письме написано, что мне подойти к любому консультанту. И мне отдадут. Вот. Потом я хочу съездить в банк. За выпиской. Она мне нужна была для посольства. Но они ее сделали на 6 дней позже, чем мне надо. Поэтому она уже вообще мне не нужна. Но я за нее заплатила деньги. 25 золотых. Поэтому я заберу ее. Так. Ну, вроде готова. Но все равно мне не нравится этот жирный блеск. Просто вы не представляете, что с моей кожей будет через час. Девочки, я вышла. Бегу на остановку. Ничего нового. Дела часы. Будем считать калории. Вот мой футбол. Жизнь, жизнь, суть как-то. Я доехала до Аркадии. Ехала, кстати, я очень долго. Наверное, минут 45. И у меня уже не осталось времени. Потому что мне нужно вернуться теперь назад. В банк съездить. Домой вернуться. Покушать. Ой, я прохожу кафе. Вот это вот розовенькое. Вон оно. Фонтаны почему-то выключили. Я в шоке. Старбакс закрыли. Написано, что скоро откроется. Я поднялась на второй этаж. Я думала, здесь где-то Бершка. А оказывается, наверное, дальше. Вот Бершка. Я так переживаю. Первый раз буду забирать посылку. Я подошла к консультанту. Она вбила мой номер у себя там в телефоне. И говорит, что... А еще показано, что она не приехала. Странно, что вам пришло уведомление на почту, что вы можете забирать. Если мне сейчас не отдадут. Забрала. Свою посылочку. Не знаю, открывать или нет. У меня большой шоппер. Давайте уже дома откроем. Буду выходить уже из Аркадии. По итогу реально тут бы была одна минута. Но у меня просто нет времени. Мне сейчас ехать до банка час. Людей, кстати, очень много. Сейчас час дня. Работе день. Сходила я в банк. Девочки, ужас. Я уже поплакала. Натираюсь тут салпеточкой. Потому что... Как обидно. Я приехала. Я вообще ничего не успеваю. Потому что такие расстояния. Туда ехать час. Обратно час. Я захожу, чтобы забрать справку. А мне говорят паспорт. Откуда я знала, что нужен паспорт? У меня есть легитимация. Где имя? Там ПСФ. Фамилия. Фотография паспорта. Конта в банке. Домой я не успеваю поехать. Поэтому поеду сейчас до Макотова. Оттуда на другом автобусе. И сразу в универ. Ну, потому что по-другому никак. Лучше я там в столовой покушаю. Главное, чтобы было что-то нормальное. Чтобы в столовой работало. Я уже такая голодная. Я просто так устала. Я завтракала пять часов назад. На улице то жарко. То такой холодный ветер. В общем, всё не так. Всё не так. Я очень злая. Я уставшая. Голодная. Ничего у меня сегодня не получилось сделать. Только посылку забрала. Представляете? В универе всем сегодня раздавали. Делали на улице. Вафельки с нутеллой. Со сливками. С ягодьками. Обычно в прошлом году на гриле жарили сосиски. Хлебушек. Ну, такое, типа чего. А сегодня было сладкое. Вафельки. И я не успела. Девочки, то, что я это взяла. Это всё невкусно. Это какие-то макароны, но они все с луком и капустой. Соус вообще невкусный. Вот эта курица, она как будто испорчена. Ну, тут и курицы толком нет. Вот это макароны, но они очень острые. В общем, как вы поняли, еда мне не подняла настроение. Я заплатила за это 16 злот. Ну, и вот это я уже не буду кушать. Вот это постараюсь съесть. И тогда макарошки. Тут вообще, ну, чуть-чуть, на самом деле. По калориям, девочки, мне кажется, тут и ста не будет. Девочки, узнаёте песенку? Обзор вам в столовой. Пока никого нет. Включен кондиционер, поэтому прохладно. Никого нету, кроме китайцев. И меня. Тут тоже кондиционеры. Я сейчас пойду в бедрёнку. Если вы не поняли, это песня «Мама Люба, давай». Вот. Просто я учусь в польском универе, напоминаю. У нас, кстати, день спорта. Там все занимаются спортом. Вот какая-то реклама. Вот и припев. Всё, иду в бедрёнку. Идти минуток пять. Мне уже всё равно. Морозное, булочки, печенье. Что угодно. Я просто хочу кушать. Смотрите, приправа с мёдом и этим кунжутом. Хочу взять. А вот есть барбекю с мёдом. Я думаю, всё вкусненько. Что лучше? Давайте вот это. Манго с чили. Папайя сушёная. Это дуриан. И вот есть такие чипсы. Я, кстати, не знала, почему их называют креветки. Но я их люблю. Тут ещё всякие бобы. Вон. Джемы. Чипсы, кокосы, чили. Почему везде чили? Кокосовое молоко, всякая лапша, алоэ. А сейчас я себе возьму вот это мороженое. Оно с горьким шоколадом. Я в прошлый раз попробовала кусочек. И было безумно вкусно. Мне кажется, это самое вкусное мороженое, которое я только ела. Пришла, помыла руки. И буду кушать мороженое. На улице все места заняты. Придётся в универе. Ну, ничего. Закончился у меня английский. Иду на остановочку. Сейчас уже 7 часов вечера. Я такая голодная. Весь английский. Я сидела и думала, так, что же мне приготовить. Вспоминала, какие продукты у меня есть. Вчера я же купила курочку. Вот. Нам надо с вами её пожарить. Наверное, всю, что осталось. Чтоб не испортилось. Спаржа. Ну, короче, куча овощей. Клубника ещё. Ну, клубнику я для булочек. Не знаю. Либо сегодня сделаю, либо завтра, либо в пятницу. Потому что больше, чем три дня клубника не сможет жить. Какое солнышко. Я шла. Вот там был сумасшедший ветер. Сейчас на солнышке тепло. Реально жарко. Я в маике. А когда ветер подует, то хочется и шапку, и шарф, и зимнюю куртку. Так. Не опаздываю ли я на автобус? Не хочу ждать. Они тут ездят раз в 20 минут. Ну что ж, время ужина. Мне нужно дожарить эти три кусочка курочки. Сделаю салат из овощей. У меня тут остатки авокадо, помидорка. И в салат добавлю кеново. Сразу перемешаю. И вот думаю насчет спаржи. Она-то еще свежая. Не стухнет. Но все равно хочется, знаете, с курочкой может сделать. С учетом завтрака и мороженого, я не буду считать то, что я кушала в универе. Я там съела буквально три макарошки. Остальное все оставила. Ну, было невкусно. И с учетом того, что я съела, мне осталось на сегодня еще употребить 1300 калорий. Понятно, что здесь столько этого нет. Поэтому считать их бессмысленно. Все это взвешивать. Это долго. Мне кажется, даже если я прям съем много и курицы, и кеново, это все такое низкокалорийное. Мне кажется, это не выйдет больше, чем 300 калорий. Сто процентов. Салат практически готов. Ну, тут совсем чуть-чуть. Видите, что это авокадо, пару штучек. Один огурчик, половина комедорки. Хочу добавить семена. Это были семена чиа, теперь семена льна. И заправила я это все лаймом. Ну, сок лайма. Хочу еще добавить сухой чесночок, петрушечку, ту, что мы купили с вами вчера. Вот. Жарю курочку, потом сейчас почищу, по-моему, спаржу, тоже ее пожарю. И кеново. А салат это будет как бы, ну, как на второе, можно сказать. Почистила спаржу, реально выглядит как спагетти. У меня тут плита запачкалась, не обращайте внимания. Решила еще подогреть киноа, чтобы было тепленьким. И вот наша курочка. Добавила водички. Такая вот у нас тарелочка. Спаржа с чесночком сухим, с петрушечкой. Курочка, киноа и тут салат. Добавила разные тоже приправы сушеные. Надо перемешать семена. Здравствуйте. Вот, может быть, это все получилось и много. Может, и не съел. Ну, посмотрим, как пойдет. Вот, калории, как я сказала, не считаю. Даже если мы представим, что здесь 500, то это получается, я съела сегодня только на примерно 900. Ну, то есть тысячи точно нет. Я знаю, что это очень плохо. Я знаю, что если кушать на мало калорий, это не значит, что ты похудеешь. У тебя наоборот вес может стоять, и никаких ты не увидишь изменений. Для этого и придумана вот эта вот норма, что моя норма 1700. Честно, я не знаю. Походу, реально... Ну, просто сегодня такой день. Пропустила обед. Вчера у нас было более-менее хорошее питание. Ну, в общем, сегодня только третий день, девочки. Ничего страшного. Ну, как есть. Так получилось. С каждым днем будет все лучше, лучше. Если вы тоже собираетесь кушать сейчас, то всем приятного аппетита. На этом я заканчиваю свой сегодняшний день. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Мне это все очень приятно. Увидимся с вами завтра. Всем пока!